добрый день друзья нам в кузнице тест-драйва не сидится на месте сегодня мы приехали во львовскую область игорь приехал немножко раньше а приехали мы вот за этим интересным автомобилем привет друзья автомобиль действительно интересен интересен чем во первых это вас 21053 восемьдесят шестого года с заявленным пробегом но мы сейчас это все посмотрим 6800 километров машина действительно сохранилась очень уникально для своего возраста сейчас мы все это рассмотрим вы пишите просите в комментариях почему мы не показываем бывших хозяев этих автомобилей у кого покупаем вот игорь приехал день раньше но к сожалению я думаю сейчас больше расскажет игорь дело в том что хозяин не согласился выгнать эту машину и вообще даже не дал добро на то чтобы мы машину выгоняли с его двора в меру своего возраста он очень сильно любил этот автомобиль вот ну любит дай бог ему здоровья он еще покажу да но возраст уже у него конечно очень преклонный вот и поэтому услышал про камеры что хотят приехать с камерами к нему во двор вот ну не удалось мне его переубедить что это просто съемка и ничего такого то есть никто никто не едет забирать у него дом гараж и все остальное вот ну хотя бы слава богу так что согласился потому что он еще был в раздумьях хотя уже дедушка за рулем ездить больше не будет я так понимаю что он уже давно и не ездит он уже давно не ездит да там немножко за автомобилем присматривал внук вот машина практически 25 лет стояла не выездная вот ее иногда дедушка приходил в гараж заводил ее покурил в ней вот посидел походил кругами вот и пошел обратно домой к себе ну вот я вижу что последний техосмотр 2002 год наклеил в машине я так понимаю игр все работает в машине работает все но когда я только ее выкатил гаража вот то не работало ничего не работала не работала по причине того что просто вот даже предохранителей они там бардачки лежат старые предохранители они просто ну как потрухли вот они были такие уже как вот поменял предохранители поменял одну лампочку как бы по трассе ехать вроде бы ну свет нужен ближний вот и все заработала без проблем сначала пыль летела там со всех щелей откуда можно было вот ну сейчас вроде бы так уже немножко ожила на треке волжского автозавода в тольятти новая модель автомобиля жигули вас 2105 автомобиль пошел в производства в конце 79 года но основательно пошел в серию с января восьмидесятого года ее серийному выпуску на предприятии приступили не снижая суточных темпов и общего выпуска автомобилей за счет частичного расширения уже имеющихся мощностей и ускоренного их освоения это большой долгожитель он выпускался в слушать из до 2010 года и выпускался в четырех странах тридцать один годом грубо говоря мы собираемся девятый год и он кстати даже переплюнул по долголетию жигули шестерку на один год главное достоинство новой модели улучшенные системы безопасности движения инерционные ремни травмобезопасный складывающийся вал рулевого управления задние противотуманные фары или от других усовершенствования я смотрю что колпачки вот на колхозе ли это уже явно не завод там блестящие колбы должны быть имеем шилдик 1500 что подтверждает что у нас стоит это ваз 2053 что-то троечный двигатель вот кстати сам мы считаем мое мнение самый удачный вазовский двигатель волжский автозавод активный участник всесоюзного соревнования за достойную встречу 26 съезда кпсс давай перейдем багажнику может нам как стали нам повезло и какие-нибудь не щечки остались ветровички остались вот и колпачки правда хром уже на них на погулявший да надо будет искать так что если у кого есть вот такие вот колпачки пятерочные на ступице пишите набора но есть там что-нибудь или судя по весу есть и при нем может он кирпич и и судя по звону это не кирпич не открывался нет по ключики отверточки кстати полный набор монтировочка баллонник торцевички все что угодно таким вот макаром до свечной свечек правда нету вот такое так вот он запаска все по классике домкрат огнетушитель же кстати советского смотри тут металл все живое а вот слушай даже есть этого бирочка бирочка да окраска кузова цвет 205 по воду не по моему 235 а 235 без даже название украски не было без и без пол все хорошо я уже я уже вас посмотрел даже на сливных дырках ты посмотри есть кое-где ржавченко но не гниль именно точечки ржавы единство что меня вот смущает зачем дедушка делал под вот эту вот штуку чтобы под ней ничего не было это когда уже с ними накладку под номер да все двери работают ну кстати подтверждает то что родная краска потому что на багажнике она немножко содрана и сразу же доме до металла но кс металл не ржавый ничего так что у нас тут о как в тавре кодовая крышка 53 гос номер на на все совпадает на станции техобслуживания номер один так 23 06 1988 года с то у номер один львов авто техобслуживания треугольная печать подпись директора из-за кстати надо все это сохранить насколько были простые автомобили вот инструкция по эксплуатации сегодня инструкция по эксплуатации вот такая если честно подумаешь пока ее прочитаю то скорее всего ее никто не читает все действуют методом проб и ошибок получается было вообще всего одно одно это на 2 2900 километров до вот 1 23 06 88 машина 86 за два года человек проехал 2900 км и все больше отметок нет нет есть отметка о продаже вот 23 10 86 года что машина прошла к эксплуатации подготовлен сколько лишений это было что приобрести вот даже опись которая была видна при покупке автомобилей тут написано что инструмент должен быть в багажнике он там есть набор ключей кстати игр ты наверное был прав насчет того что на порогах то была не ржавчина потому что я вижу что все места которые подвержены коррозии залиты так обильно залиты мобилем да да и по цвету по цвету точно так же и ну и тебе вопрос к тебе как к специалисту единственному пока по этому автомобилю конкретно этому это что сигнализации дело в том что я думаю что да но это еще по всей видимости сигнализации а во первых она советская это сто процентов а ну дим посмотри она как-то там даже название сажал крутилка какая даже есть какой-то крутилка громче наверно громко это когда вор вскрыл чтобы сильно того и патишье чтобы не будить соседи да ось 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 а феникс феникс ну типично советское название феникс замок вообще как новое ну видно что крылья не снимались ничего всё ленивле за завод именно . точек точечfilm и тогда поэтому Vincent ch шоу обезла и этот но я еще хочу обратиться к Quinn зрителей уважаем на дело в том что если пробег у машины тысяча шесть тысяч км это не знаешь что она должна быть как новое за 31 год стояние давайте даже чай откуда в коме лежит он старе и вот поэтому вот эти дырки в порогах облезшая краска это все нормально даже потресканный дермантин или кожа это тоже нормально или пластик я уверен что вопрос еще как мы будем ехать потому что резинки сейчас если они долго стояла машина в одном положении то еще далеко не факт что мы доедем и вот не задумели ничего кстати вот я даже смотрю красный шланг это именно советская фишечка сброс лишнего в расширительно видишь красного цвета это именно заводской шланг потом вставили какой есть так ну шо мы так предварительно его смотри а его мобиль да такое впечатление что он как поражал а тут он еще и как бы грязью прикидался да поехали я думаю сюрпризов не будет будем надеяться друзья как вы понимаете впереди у нас опять увлекательное путешествие и опять лотерея доедем не доедем нам надо проехать несколько сотен километров на автомобиле который мы в принципе не знаем который несколько лет как и рассказал даже десятилетий просто я простоял в гараже ну не знаю будем надеяться что доедем сейчас проверим как наши ремни инерционные вроде работает кстати да вытащился без всяких заминов без ничего ну что звуком твоих пары автомата тут нет жигуль классика уж удобно сиденья как на диванчике умели делать умели но кстати руль так конечно с ним после гидроусилителя ты знаешь так это я я смотрю на этот салон и понимаю откуда в компании porsche черпали взяли вернее вдохновение черпали вдохновение взяли идею для каена цвет похожий салона да салона кстати салон реально реально классный салон до низа что почему-то не хватает породы тоже обратил внимание и вот мне кажется тоже да если вы знаете пишите но по моему не кажется процентов на 80 90 уверен что багажнике не хватает пластика по моему там внутренней облицовки да 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 то есть она должна была закрывать бензобак правильно и заднюю панель там сумочка с инструментами бана но может быть не было четко дермантин так подскрипывает как будто на уже как кожа реально смотри поворотники отбиваются сами отлично хочется 5 не хватает 90 без проблем как говорится идет ровненько но сразу видно что какое-то колесо надо балансировать то есть ли браться да есть такой есть но машины кстати он давай руль попробуем бросить уходит чуть-чуть раз по улице правда но опять таки мы кстати не проверили давление кстати да как всегда мы что-то зубы 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 это ну просто визуально в глаза не бросалось ничего там приспущенное колесо а в принципе она может быть чуть приспущенной поэтому ее уводят я кстати вот не могу понять здесь стоит антибликовые эти стекла на приборной панели я учет они вроде бы блики вижу и свое отражение подожди а в каком-то году их же сняли антиблик они их оставили в 90-х по-моему в 90-х их оставили на семерках а с пятерок их сняли может быть тут в 90-х еще должно выйти смотри да автомобилю сколько лет все работает все приборы чтобы не сглазить единственное не заметил сзади бубанит чуть-чуть уже не так как резинка на глушителе рассохлась или лопнула не знаю конечно как у нас будут спины через через 100-200 километров хотя бы посмотрим нет ну пока мне нравится что ты на сидишь на диванчике и он так поскрипывает еще под тобой вообще красота тут дорога хорошая но в принципе я ездил на таких машинах помню что подвеска работает классно наш тоже ямки глотает отрабатывает вот это уже склоняюсь верить хозяевам потому что ну руль идеальный даже вот не затертости нигде ничего нету кнопки все нигде вот эта белая краска которая идет обозначение там подогрева заднего стекла вентилятора тоже все вся краска как новенькая вообще ну по словам заметил на водительском кресле там есть что-то можно было зацепить это порвали на прошли а так везде все внутри карты кстати пятерка это первого автомобиля где штатно устанавливалась в базе да как все говорят подогрев заднего стекла очень много чего первый раз применили а потом это же первая машина регулировка изнутри зерпала но кстати этот вибрация но чуть-чуть вот его выставлю ну это похожая была ситуация когда мы ездили на таврии она постепенно вибрация опускалась ниже все время приходилось его поднимать вот поэтому и сделали салона потому что не хочешь немного вернуться в прошлое с удовольствием а испытание продолжалось да тебе не хватает спортивных сидений а непривычно такой тоненький обод руля а мне наоборот нравится я бы не стал я уже просто твык знаешь она хорошо набирает я даже не заметил вот опять-таки уже сотня и вот и вообще ее в костной я как-то пожалел автомобильчик слушай тут еще и скосуете да я там обратил внимание когда сидел до держался единственное что конечно багет узковатый чуть-чуть руку положить как бы поэтому раньше стеклое опускали в любую погоду нет ты знаешь я не удивлюсь что я на ней два-три дня буду ездить на работу ну реально кайф вот едешь и получаешь удовольствие вспоминаешь как когда-то ездил на этих машинах слушай действительно такое зеркало что я в принципе по привычке конечно же бросаю взгляд в район правого зеркала но без него обхожусь ну во всяком случае на трассе в городе возможно это бы вызывало какие-то определенные неудобства хотя да голову повернул все видно все классно ну так будем соточку идти больше не было не ну набрала она лихо ты видел только раз два три четвертую передачу только дошел уже с удочкой поехал реально мне приходится себя сдерживать чтобы не поднажать дальше потому что она так легко идет сотку что я непроизвольно добавляю газа но мы не знаем эту машину поэтому как то рискованно действительно есть какое-то биение но после листа уже начинает создавать дискомфорт я думаю что машине больше стаи удовольствия не получишь ну и к тому же да четыре передачи уже обороты более высокие но согласись рука ищет пятую ищет ищет потому что да когда больше сотни набираешь уже и звук двигателя такой становится немножко натужен вот хочется включить все-таки пятую едешь и непроизвольно улыбаясь ну реально кайфовую классная машина вот этот звук двигателя он настолько характерный настолько запоминающийся что вот так дело в том что на этом звуке наше поколение так в основном его и слышали кстати я бы мягко проходит я что что и говорю действительно вроде бы и грубый стык только что был да и самое главное что я его совершенно не ощущаю на руле то есть вот по подвеске чему такая определили немножко его уже проехали руль остается чистый же я проверяю подолонника если за рулем а спать я смотри боковая поддержка я сразу сел тоже развалился я думаю когда темнеет начнет будем по очереди если не успеем доехать потому что мы все-таки видим что фары работают но как они светят реальным пока проверить не могли до темно у нас еще три часа в сервис ну смотри даже печь куда вентилятор выключил в машине печка очень жарко сейчас включить вентилятор и приоткрыть печку ну конечно наш прямые посадки как я люблю сидеть близко к рулю то вот так далеко ехать наверное будет не очень уютно почему потому что у меня правая нога все время практически лишь колено в воздухе то есть я бы по ногам я бы отодвинулся бы еще назад тогда придется к рулю так тянуться все-таки современных машинам больше диапазон регулировок и можно сесть привычно так как так как люблю так так как нравится но с другой стороны это уже не та машина на которой будешь ездить далекие расстояния хотя мы как раз едем мне смотрю тебе нравится у тебя так сразу знаешь когда сел усталость как рукой снял сразу погнал без пробоксовки конечно но так и мне понравилось как она бодренько поехала класс и она реально хорошо держит дорогу я просто у меня руки лежат на руле аж не подрулю ничего то есть вообще классно дорогу держит она бросит руль будет уводить уводит уводит водяда опять-таки колейность может быть потому что мы идем по полосе за фурами ты обратил внимание на крышку трамплера да вообще оригинал сейчас уже таких не делают на сиденье кстати заметьте все настройки работают и никаких люфтов нет тут я сижу дергаюсь хотя и мальчик не маленький больше цигнира не спинка четко стоят точно бензина хвалит я смотрю на стрелочку она в принципе на том же уровне чуть-чуть там может быть отклонилась что-то мне подсказывает что приборы работают все правильно поэтому я доверяю и игорь молодец нашел хорошую машинку а потом удивляется почему его audi q7 пропускали потому что человек в ауди знает топ номера еще хочу обратить внимание на спинометр может я уже представляю комментарии отмотан не отмотан на второй круг машина по салону точно вроде бы нет вроде все циферки ровно в одну струну да уже когда если отматывать что-то так и судьи он работает то есть он перематывает и примат вроде как четко то есть вот он идет все как полагает без рывков без ничего плавно аккуратно а конечно очень обидно то что не смогли пообщаться с хозяином да бывает уже в принципе в основном такие машины продают внуки ну наследники уже а тут действительно человек который покупал ее с магазина да потому что после наследников часто уже либо раз вкороченная либо заколхоженная машина не добьешься в основном от первого хозяина тем более когда человек ездил на машине мало она ему трудно далась он будет истрепетом рассказывать это все такие эмоции конечно но увы ну я надеюсь мы не первый не последний раз едет еще что-то найдем будут еще интересные истории в нашей жизни вот такая неприятность у нас случилось по дороге как сердце крови обливается не дозакрыл дверь ветер сильный заломала дверь так что придется еще и рихтовать очень обидно и жалко но бывает к сожалению по моему уже становится традицией возвращаться на базу ночью у нас в принципе ласочка нас довезла хорошо да случилась небольшая казе максим про не уже рассказал с дверью бывает главное что машина не подвела до доехали нормально да не за что свет конечно оставляет желать лучшего и дворники очень старые да только размазывают попали в дождь как всегда ну что поделаешь несколько десятилетий не работали поэтому самое главное что мы на базе машина на базе все хорошо все нормально так что надеемся вам было не скучно смотреть и это видео подписывайтесь на наш канал будете узнавать о новых наших проектах тест драйвах обзорах процессах реставрации мото и авто техники ставьте лайки комментируйте обязательно нам очень интересно ваше мнение и не забывайте что мы куем тесты на земле в воде и воздухе до свидания пока